получится. Вот честное слово, у католиков огромные, ну, просто шикарнейшие вещи есть. Ну, взять пример просто, да, католическое, протестантское, да, в протестантизме тысячи и тысячи динаминаций, да, я с пастором не согласен, я иду, делаю свою церковь. И мы уже другие, мы с ними не связаны. В католической церкви, то, что я, ну, например, да, я с другим там епископом не согласен, это не повод нам разводиться, это не повод мне, да, уходить из церкви. То есть в католической церкви сотни орденов, в которых стиль жизни, да, абсолютно другой, правила абсолютно другие, молитвенная жизнь, догматы некоторые абсолютно другие. Вот, начиная от мистических, заканчивая практическими. Все другое. И они дружат друг с другом, то есть францисканцы дружат с доминиканцами или с иезуитами и еще, и рассказывают, а вот мы так делаем, а мы так, и они, да, ну, они в братстве, они все католики. Единство, многообразие такое, да. И у них это многообразие просто, вот, и этому нужно поучиться реально. Мы можем с отцом Сергием, да, быть не согласны в некоторых вещах. Я считаю так, он считает так, и что? Да. Надо, наоборот, еще больше друг друга любить и радостно идти своим путем. Да. В православии и вот эта вся демократия, эти просто открытость, да, где каждый свой регион за себя, каждая, то есть страна независима, да, автокефализм, который, ну, отцы, отцы, если собирались на собор, они все вместе что-то решали. Это прекрасные вещи, просто прекрасные вещи. Рождались действительно правильные, начиная от апостолов, когда они постановили на Первом соборе, в Библии написано, да, что, ну, как лучше жить в обращенном языке, для их же совести. Вот. Заканчивая другими, третьими, четвертыми, то есть прекрасные вещи. Были нехорошие, конечно, у католиков есть нехорошие, конечно, у протестантов очень классно практические вещи по жизни. Как прожить практически эту вещь более проработанно, то есть, ну, скажем, да, более углубленно насчет семейных отношений, насчет вот этих моментов, чем у протестантов или у православных. Но мистическая сторона жизни в православии, ну, ни с чем не сравнится. То есть, и у каждого, то есть, если мы берем хорошие вещи, начинаем смотреть на хорошие вещи, а не тыкать, вот это, знаете, брата нужно исправлять. И все, что надо, их исправить. Стричь всех под свою гребенку, всех под себя, всех под себя. Вот это сектанство, родные. Это сектанство, да, на самом деле. Православное сектанство, понимаете, пятисятническое сектанство. Что мы правые, а все остальные нет. Вот в этом как раз сектанство заключается. А если брать, да, вот эту субботу, извини, и смотреть хорошие вещи, для себя брать и учиться на хороших вещах, на глубоких, ну, давайте. Я не против поучиться и в Джона Лейка, например. Но я и не против поучиться в Франциско, и в Августина, и в Игнатия Галаюлы. И в... Реколекции. Да, 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 которые духовные упражнения, которые просто гениальны. Я не против этого, как его, Тфома Аквинского, поучиться у него, который так объясняет просто простые прикладные вещи отношения ко Христу, да, причастие, вот это все, который... Никто, понимаете? Я не против поучиться у мистиков, у чудотворцев православных, у нестяжателей, ребят. Да, да. Которые, ну, животных воскресали. И еще там куча вещей просто творили таких, что все божьи генералы вместе взятые, а один нестяжатель там... Там не ливомерные чудеса. Они дети, по сравнению, то есть только начинают вот эти все... То есть чудотворение, нога выросла, там появилось что-то, кто-то исцелился, рак от... То есть коллега встал. Это мелочь, по сравнению с той, той же Пио чуть-чуть делал. И он дальше-дальше шел глупо-глупо-глупо-глупо-глупо. И если мы вот так будем смотреть... Да. Как раз все... И как Блажен Агустин говорил, в главном единство, во второстепенном, свобода, разнообразие. А во всем любовь. Действительно так оно и есть. Как раз иллюстрация этих слов Агустинова. Так что держать за это правило, это очень даже благородно будет для христиан на самом деле. Даже я бы сказал, вот о церковь, да? Вот евангельское православие. Да. Я не знаю. Меня купил, честное слово, с потрохами. Ты знаешь. Вот. Ну, Господь, конечно, не я. Но мое желание в этом тоже есть огромное. Потому что вот действительно... Здорово. Церковь, которая занимается тем, что... Просто отодвигает в сторону ненужные моменты. Перекосы. И восстанавливает правильное основание. Здоровые, да. Правильные вещи, да. Да. И чистому все чисто. Он не может поклоняться иконам. Он их почитает. Угу. Он не может Библии поклоняться. Угу. Он ее читает. Да. Он тексту не... Не боготворит, да. Вот эти все... Он рассуждает. Он не превозносит там... Святых. Он следует их вере. Как они следовали Христу. Ну да. И все правильно получается. Все здраво. Да. А то порой вот в христианстве мы превозносим святых, умерших или живых. А вот единого святого, как бы так, мимо все это получается. А задача как раз именно... Жить в этой любви его, божественной. Слава Богу. Для чистого все чисто. Ты в Марии найдешь Иисуса. Да. Как вчера пример был. Там, святого. Да. Святой... Он почитал Марию. Всю жизнь почитал Марию. Марию, Марию. И для него, в его теологическом понимании, да, что Мария та, кто рождает Христа в этот мир. Вот она для меня просто рождает и дает Христа. Воплощенное слово. Он-то смотрит на слово, а не на способ доставки этого слова. То есть способ может быть разный для него вот такой. Но в его жизни реально неимоверные чудеса были. И не предлога каких-то там демонических моментов, поклонения, идолопоклонства и всего остального. Не было идолопоклонства. Было поклонение Богу и почитание Божьей Матери. Блин. Ну. Давайте оставим все сектантские штучки. Просто-напросто. Понимаете? Можно говорить, что я против, да, как это, поклонения иконам. Ага. Но не против икон. Угу. Ну да. Ну, никто не говорит, что даже Сергей Журавлев против икон. Угу. Против поклонения, да. Ну да. Но за почитание здравое. Потому что, да, здесь вопрос такой, что, да, действительно, порой вот сама истина, да, для нас закрывается какими-то вот традициями, обрядами, культурой религиозной. Не важно, там, иконами, там, значит, там, там, святыми, там, Библией, даже, там, чем угодно вообще, вот чем угодно можно закрыться. Важно-то как раз с позиции смотреть истины самой. Вот, и все для любящих Господа призвано по его изволению. Все к обладу задействует. И все указывает на эту истину, которая есть сам Христос, сам Мессия, сам Спаситель наш. Да, слава Богу. Так что, друзья, один путь, Иисус Христос. И ни в коем другом нет спасения. Действительно, нет другого имени под небом данного нам, людям, которым решало нам спастись. И Бог открыл действительно великую свою любовь эту, примирил с собой весь мир именно во Христе. Это самое великое таинство, самое великое чудо, которое вообще произошло в истории человечества всего. Слава Богу за все. Да, так что, и благослови наших слушателей, зрителей. Тут вопрос такой, как понимать Откровение 11, 3-12. Я сейчас смотрю, и двум свидетелям моим они будут пророчествовать 1260 дней. Суть две маслины, два светильника, стоящие перед Богом. У них будет власть затворить небо, чтобы не шел дождь, траля-ля, их убьют и воскреснут. В общем-то, эти все моменты. Как понимать? Есть разные объяснения тоже этого текста. Я бы не выдавался просто в вопросы. Как понимать? Давайте оставим понимание, а просто откроем доверие. Есть очень много других стихов из Библии, которые краеугольные, которые намного важнее понять, чем какие-то моменты Откровения. Детали, такие нюансы, да. Как понимать, мы потом увидим. Ну да. Как понимать Иоанну, вот я вижу, да, как саранча в его хвосте там огонь и так далее. А он говорит про вертолет. Ну, как ему это понимать? Да никак не понимать. Просто попытался описать, но и толку с этого описания. Слушайте, а то, что Бог есть любовь. А то, что случилось на кресте. А то, что римлянам написано, то, что эфесянам написано, Павел писал, то, что галатам написано. То есть, вот эти вещи осознать и понять, это жизненно необходимо. А вот эти моменты, что там будет, как будет, я вообще по этому поводу не парюсь. Есть у меня понимание, нету понимания. То есть, мое понимание, наверное, ошибочное, и я не хочу им делиться. Оно частично. Тоже за исцеление. Мама Богдана пишет. Сейчас открою. Носыточки. Я ношу очки, плохо у них читать, помолитесь за исцеление. Хорошо, будьте исцелены во имя Иисуса и зрение восстановить. Аминь. 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 Да, там сестра как раз пишет снова тоже о свидетелях. Разные понимания есть и в христианстве, и в протестантском, и в правоставном, и в христианстве. Теология, она многозначна, и мне нравится многовариантность. Может так быть, может так быть. Да. Может так быть. Может это поколение, а не два светильника. Да, да, да. Все может быть. То есть, это все равно образно, это все равно прообразно. Это может быть верующие из евреев, не евреев. Это мог быть Моисей, Илья, вот с ним Иисус беседовал. Или говорили Илья и Инох. Столько, много разных теорий вообще было. Я читал там десятки разных комментариев на эту тему. Вот разных и отцов церкви, даже отцы церкви. Ну, почитайте. Между собой не спорили, доказывали. Да, но это не те суть просто. Рассказывать, и это опять будет какая-то догма, наше объяснение этого всего. И опять шором, вот так оно будет. Вот так, нет, не так оно будет. Вот как вы предполагаете, точно так не будет. Самое интересное, вот если бы мы сейчас перенеслись во времени, казалось бы, во времена Христа, ну, перед пришествием, вернее, перед приходом Христа, вот в то время, как раз богословских споров таких, было много школ богословских, очень разных. Вот, и вот две вчера я назвал таких самых известных. Школа Елебя, школа Шамая, самая известная школа богословские. Вот, и самое интересное, ну, как шутка ведь есть, да, что два еврея, три мнения. Разные были мнения, и разные споры были. Тем более о приходе Машеха, о приходе Христа. Вот, и самое интересное, Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Самое интересное, не приняли те, кто должны были его принять на ура вообще. Потому что они всю жизнь посвятили себя приготовлению к его приходу. Вот, и создали такие теории, притом они не близкие, это не с пальца высосано, это не с подруга взято было. Они взяли это все из Писаний и спорили о деталях многих таких, о таких нюансах. И эти споры привели к тому, что они расписали приход Христа так, что самому Христу даже такое не снилось вообще. Вот, они расписали его приход так, что, значит, действительно, там, как говорится, туши света святых выноси. Вот, потому что, на самом деле, значит, Иисус даже столкнулся с такой проблемой, что из вот этих религиозных набожных людей, теоретиков его прихода, да, вот, никого не нашлось, кто бы мог бы быть в команде его даже, даже возле него хотя бы. А если такие находились возле него, то такие были обычно отрицательные персонажи, критиками, там, значит, там, злословищами. И в конце концов, они же его и убили. Самое интересное. Ожидая, всю жизнь ожидая его прихода, создавая теории. Я думаю, что перед первым пришествием Господь всех удивил, спутав все карты теологов. Я думаю, перед вторым пришествием он поступит так же, даже еще в большей степени. Он все теории христианские спутает настолько и запутает настолько, что христиане будут просто в шоке просто. Потому что ничего из того, что они богословские школы за эти тысячелетия, там, два тысячелетия нагородили, ничего-то не исполнится, а будет исполнится совсем по-другому все. Вот, и он будет прав. Никто не скажет, ты не прав, Господь. Как при первом пришествии, могли бы сказать, что он не прав? Нет, он прав. Он прав. И он и первый, и последний. Поэтому давайте не будем строить вот такие вот заборы для него, для его второго пришествия. И чтобы не ломать дров, как было при первом его пришествии. Иначе будем так же, сядем в лужу. И так же придя, он скажет, я лучше там возьмусь, с кем-то еще побеседую, чем с этими товарищами, которые так вот на городе идут. Реально история повторяется. Буддисты, нью-эйджерцы, другие, йоги и так далее, начинают видеть Христа, начинают понимать, начинают писать книги, объяснять, как Христос очистил карму человечества. А христиане говорят, это все демоническое, это бесы им открыто. То есть история реально повторяется. Те, кто пишут о Христе, те, кто знают о Христе, его не принимают. А вот те, которые всю жизнь там в полуокультном как раз были, они-то радостно бегут за Христом. Вот, и я удивился, допустим, когда в Дагестане, там, в Северном Кавказе тоже, вот, посещая общины, там, из эхитов, мусульмане, выросшие мусульманские традиции. О христианстве, имевшие и имеющие порой до сих пор очень такие примитивные представления, честно говоря. Настолько примитивные, что христианин обычно ассоциируется в этих селах, вот, где я был, там, в этих аулах. Ассоциируется с пьяницей, позаборным, непочитателем отца и матери. Ну, такой, как бы, позор, больной человек. Вот, как бы, значит, в тех аулах обозвать христианином человека, это высшее оскорбление, вот, значит, понимаете ли. Вот, значит, это человек, который, ну, неудачник вообще, который лентяй, значит, он пьяница, там, наркоман, там, вот, обычно это христианин. Знаете, даже мой дедушка, вот, к сожалению, да, покойный уже, вот, Галиахмед, татарский мой дедушка. Вот, значит, я татарский не очень хорошо знаю, но мама моя лучше знала татарский. Вот, она говорила, что, значит, что когда он там, там, на кого-то, видел там, видит там, валяется, кто-то там, это. По-русски это звучит, ну, типа, чай креста. Ну, христианин, короче. У меня есть пьяный. Вот, а потому что ассоциация такая, понимаете ли, у людей. Но самое интересное, я бывал в этих общинах, они себя христианами не называют, потому что для них это позорно вообще. Вот, значит, и если они все будут себя называть христианами, то просто их, ну, как бы, уважать не будет никто. Вот, и они не хотят иметь общего ничего с христианством, самое интересное. И правильно? Значит, да, в чем-то даже они правы в чем-то, я их понимаю в чем-то. Вот, не во всем уж понимаю их, но во многом их понимаю. Вот, но самое интересное, что я с чем столкнулся, что чудеса, которые они пережили или переживают, они... Для христианства это, ну, как правило, ну, настолько кажется фантастичным. Допустим, фактически каждый из них видел Иисуса. Каждый из них видел. Не просто там на иконе где-то еще там, а вот реально пережил с ним встречу визуально. Вот, значит, и чудеса, которые видели там, значит, там люди, это такие конкретные, как вот смертные болезни всякие уходили, значит, там, значит, там, или этот человек... Вот, допустим, я был в одном селе, там, значит, там, Дагестанское село, значит, там, и в соседнего села поехали их, ну, как бы убивать, значит, там, значит, и взяли автоматы, значит, там, потому что посчитали их еретиками, значит, и эта машина, пятеро вооруженных мужчин, значит, там, с автоматами, поехали, значит, в их село. И, значит, и попали в засаду, значит, ФСБшников, тех из пулеметов расстреляли, оказывается, они искали совсем других, искали вообще, просто случайно так получилось. Из пятерых один раненый, тяжело, но выжил, значит, водитель, значит, его допрашивали, значит, и тот, значит, сказал, значит, на допросе, что, значит, они ехали... Вообще другие люди, не те, кого не их искали, чекисты, значит, а они ехали убивать каких-то там иссахитов в какое-то село. Иссахитов от Иса, 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 Иса Массив, то есть, это мусульмане, которые поклоняются Иисусу. Да, они принимают Иисуса не просто как пророка даже, а как спасителя, как Господа. Вот это вот принципиальное отличие от других течений ислама, допустим, или, ну, религиозных течений там, что-то. И вот, значит, и там брат этого срана, значит, вот, дагестанцы, значит, он мне рассказывает, ночью приезжают, значит, там, в штатском милиции, все, что-то, что случилось, выясняют, значит, кто вы такие вообще, почему вас ехали убивать вообще, что это за люди такие. А мы просто молились и все, значит, Бог сделал такую защиту, накануне, как раз, моего приезда, значит, вот, там много других случаев было таких, просто, ну, фантастических чудес просто таких. В общем, удивительно. Вот. И я так рассуждаю, что эти общины, которых христианство и не знает, как бы, значит, фактически вообще, как бы, и, да, они особенно не горят желанием с христианством контактировать. Вот. Вот. Но Христос в них реальный, Иисус реальный и живее, чем я это видел, ну, честно говоря, ну, в большинстве христианства, христианской церкви, общин, которых я бывал. В большинстве. В большинстве, подавляющей большинстве. Которые много знают теории, теории, христианства, да, да, и прочее. Они читают, что жил Новый Завет, значит, да, но они понимают, они читают его в прочтении именно живого общения, вот, с Богом. И когда я был там, я тоже спрашивал, а о чем я могу сказать? Вот, брат, говори, вот как, свой путь, вот, расскажи. Вот. И я рассказал, прославили Бога, вот, поблагодарили. Я был очень рад. Никакой теории. Никакой теории такой, да. Вот. Не нагружали меня теологии, вопросами теологическими, как обычно христианство нагружают. Вот, значит, а как это понимать, как то понимать, как, как, откуда, кто от кого исходит, значит, там, еще там, что. Вот это самое ценное. Ой. Да. Хорошо, родные. Так что шалом. Да. Благоставляю вас. Благоставляю. Исцеление его. Жизнь. Да. Полноту спасения. Да. Аминь. 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 Классно. Да. А, насчет того, кто вознесет Господь кого в теориях. Интересно, да. Я тоже в колледже Якова там преподавал. Аминь. Аминь.